У вас есть ребята, которые любят погореть. Мы не будем играть, пока у нас не будет нашей кричалки. Новый коуч из Бразилии. What the fuck? Дефолтный день ДМа, тренировочный. Торонто играет на виду. Я видел то, что, ну, Никс, наверное, нагнал. Я абсолютно не согласен, если что, с Никсом. Игрок звали очень сильно. Ты носишь пальм. Вы не поверите. Блин, вроде фейк. Но Витчера играл, Ведьмака. Я ее прошел раз пять уже, наверное. Выиграть тарелку или выиграть ряд? Ты планируешь, Диман, завершать карьеру свою? Тяжелый вопрос. Очень тяжелый. Всем привет. Это Бэтбум и Спортс. Про каст. Со мной Слава Артист. Да, это я. Привет-привет. Со мной Дима ДМ. Салют. А я Артем. Артем. Ты плавзиловик. Артем, да, Артем и достаточно. Ты здесь, получается, 10 дней уже, да? Почти 11. Выиграли плейн. Блин, смотри, мы приехали 2-го числа. Ого. Получается, вот, почти 2 недели. Как тебе вообще ряд? Что вообще удивило тебя? Есть что-то такое? Блин, давай по факту и по порядку. Ну, давай. Самый начало. Первое, что меня удивило. Игра китайских команд. Был неприятно удивлен тем, как закончился плейн для G2G. Еще удивили Blacklist. Но потом удивления сошло, нет, когда они вылетели. Потому что все-таки было ожидание такого, что на плейне, скажем так, ребята хорошо прошлись, проперлись по мете, поняли своих героев, а уже потом дальше против более сильных команд. Стало этого не хватать. Второй вопрос был. Ну, мы просто изначально начали провести турнир. Турнир замечательный. Прекрасная атмосфера большого турнира, большого события. С удалось погулять немного. Прекрасный город. Да. Ну, мы ездили с ребятами там пошопиться. Купил себе что-то, да? Ну, так, чуть-чуть, по мелочи. А погода тебе в целом? Погода меня устраивает на улице, а вот в помещении бывает прохладно. Я как понял, что в этой стране считается, что чем лучше тебе работа кондиционера, то есть чем холоднее, тем престижнее, что ли, или круче. Поэтому это немного меня удивило. Ладно. Диман, ты там говорил в интервью, что вы чувствуете себя суперуверенно. Какие аспекты там? Давай три выделим. Как команда ты чувствуешь себя, то есть, уверенно в данный момент? У нас первое сейчас очень хорошая атмосфера и вайп внутри коллектива. То есть я думаю, каждый насыщается, что мы сейчас команда. Второе. У нас подготовлен херопул к турниру. То есть у нас есть большая выборка героев, которых мы можем использовать. И третье. У нас есть понимание объективов в игре, от которых мы хотим играть. То есть нет такого, что а что сейчас на карте сделать? А где мне быть? И так далее. Но это все работа нашего коллектива и, несомненно, нашего коуча. Подготовка. Кстати, к коучу. Новый коуч из Бразилии. Да. Как проходит коммуникация? Вот это вот все. Человек, наверное, говорит на английском. Он говорит на английском. Ты тоже неплохо говоришь на английском. Но он понимает русский, но процентов там, допустим, 30. По-русски он понимает. Не так плохо 30%. Ну, по игре что-то понятно. Тем более заимственные слова, там, пушами. Да. А так мы пытаемся на английском говорить все-таки. Потому что у нас должен быть же определенный диалог. Ну, конечно. О том, как мы видим игру, каких героев мы считаем сильными, как мы хотим играть. И это все идет на английском. Но в игре мы говорим на таком, типа, докумендации русского и английского, короче. Я, кстати, прочитал еще то, что ваш тренер вроде сказал, что когда вы говорите на английском, у вас более конструктивная игра идет. То есть есть реально такая история. А когда вы на русском начинаете ныть, а как это все работает? Не, ну мы не начинаем ныть. Просто когда мы говорим на английском, мы знаем, что мы вот сейчас точно принимаем объектив и называем его. А на русском там... Сумгура больше. Ну, короче, да, больше бесполезной информации. И лишних слов. Да, и лишних. Вот, вот, четко это стало. Больше лишних слов. Не, это круто, кстати. Куча лишнего. Это круто. Я не знал, что так работает. Я думал, вы на английском тоже будете там, типа, вау, what the fuck. What the fuck. Вот the fuck. Вот the fuck и все, слова закончились. Вау, what the fuck. Я больше не знаю, мне хватает. Ну, тогда, да. Типа одно слово. На английском не залетает, это реально преимущество. Хорошо, а когда происходит ситуация, когда вы сидите все вместе, что-то общаетесь на русском, он такой, блин, я не понимаю. Кто ему объясняет, что происходит? Ну, такое бывает. Ну, конечно, такое бывает. Там просто кто-то подключается. Короче, потихонечку ему там тоже один одно слово. Да, он там еще выучил несколько русских песен. В моменте, когда он стоит скучно, когда мы слишком много говорим на русском, он начинает там подпевать, короче, знаешь, песню? Басок, платино. И там есть строчка типа молодой, богатый. И он начинает подпевать молодой, богатый. И мы такие сразу переключаем на английском, чтобы не скучно было. То есть это как знак. Типа, давайте-ка переключаться, чтобы я в диалоге тоже участвовал. А, то есть это такая его фишка. Или там это, за деньги, да. Это вторая фраза, которая постоянно просто... Короче, там плейлист нормальный. Когда скучно, да. А как у вас, кстати, идет подготовка к играм? То есть он же готовится в соло или как? Он готовится с аналитиком. У нас есть аналитик. И вместе они готовятся. Они думают, какие герои в банке, их отдавать. Они смотрят наш пол вообще. Типа, по факту мы, как игроки, почти не часто в подготовке. Тебе ты, я сэпик и все, иди играй. Да, ты там, что, трактир, там, манигмы, ну, что, отдадут, там будешь. А, подожди, выбора, то есть, нет. То есть нет такого, что ты говоришь, блин, вот я бы эту игру на Марсе хочу сыграть. Не, ну смотри, вот первая стадия, первая стадия, я думаю, мы каждый понимают, плюс-минус приоритет героев. То есть мы понимаем их, он понимает их. И если что-то дает с того, что высокий приоритет первой стадии, и это, допустим, еще и контестит враги, то там без вопросов мы забираем как бы. Какие у тебя сейчас стоят три Афлайнера? Если вот, именно вот по кайфу. Первый по кайфу у нас будет в Сент-Кинг. Второй по кайфу в Underlord. По кайфу, просто по кайфу. Веселый герой, простой. И третье по кайфу, у нас что-то прям вообще простое такое. Да, пусть Феникс будет. Феникс? Да, просто Феникс. Феникс 3. Просто Феникс 3. Я, кстати, не видел, по-моему, на турнире. Хотя, может, это был групповой. Может быть. Феникс 3. Может быть. Может быть, я ни на что не намекаю. Может быть. Посмотрим. Посмотрим. Все, ждем Адема Феникс 3, короче. Это по фану. Это вообще по фану. Такое для пабликов. Побег там. Вот про паблики. Есть такая тема про, знаешь, успешный успех. Короче, когда много-много хайпят историю с тем, что надо играть дофига пабликов. То есть там, да, по 10 дней, по 11 дней. Вся какая история. Вот. Я сам на этом, когда был игроком, споткнулся об этом, потому что очень много играл. Из-за этого выгорания происходило. Да, в КС. Очень много. Прямо там что-то. 13 часов в день играл. Вот. Но потом прочитал книжку, называется «Кради как художник». Процитирую немножко. Там сказано «Не жалей времени на безделье, в это время приходит самая гениальная мысль». Вот. Что думаешь насчет? И как вообще важен отдых? Да, там выйти на улицу прогуляться. Такая такая история. Как-то вообще. Я думаю, на самом деле, очень важен баланс. Я не буду, наверное, приводить такие прям, типа, примеры, но бывали моменты. Вот, допустим, у нас там в этом сезоне в каком-то моменте мы там играли очень мало пабликов. У нас банально там не хватало хиропула, банально механический скилл проседал. Потом в моменте мы собрались, вот там к ряду, начали нормально играть. Все много играют, все заряжены. Там нет уже этого, там, отдохнуть, погулять. И начали нормально играть. Вот прошли квалификации, все хорошо стало. Но у меня вообще баланс есть в этом. То есть я в целом в тиме по пабликам топ-2, наверное, в этом году. Точно. При этом, типа, еще и баланс присутствует. То есть я не могу вспомнить, там, допустим, недели, когда я там не выбирался, куда-то погулять. То есть это прям важно, да? Ну, для меня, да. Я думаю, это для всех важно. Все должны иметь свой баланс. Хорошо. Дефолтный день ДМа, тренировочный. Ну, не на БК, не на турнире, а просто ты дома, сидишь, ты знаешь, что тебе надо наигрывать. Хочется еще как-то своей жизнью позаниматься. Как выглядит твой обычный день? Ну, скорее всего, первое, что я делаю, я просыпаюсь с собакой сразу гулять. Собака есть? Какая порода? Беспородная. Бездомного взял. Беспородная собака. Блин, это весь супер. Просто с улицы или приют? Нет, я там просто нашел, короче, на авито. И он мне очень понравился, пес. Я его приютил. Дальше. Собака. Собака. Дальше уже думаю, хочется кофе или не хочется такого-то. Я еще иду с ним как бы в кофейню. Я с ним просто прогуливаюсь. Дальше уже идет запуск пабликов плюс котловка еды. То есть я там запускаю паблик, заказываю еду. Поезд нажал, сам там яичницу жаришь. Нет, заказываю, заказываю. А, заказываю. Ну, с заказом проще. Смешно, конечно. Попроще. Кстати, заказ еды, сербская еда, да? Вот это доставочка. Ну, все, ладно. Давай, продолжай. Это так, это так. Просто деклайн. Деклайн, да, да. Ну, да. Дальше. Тренировка. Еда. Дальше у нас квшки. Дальше квшки заканчиваются еще раз собак погулять. И дальше уже выбираться, куда. Ну, то есть это уже вечер какой-то поздний. Когда у тебя заканчивается тренировочный твой рабочий день, так называемый. Да. Квшки же идут там штуки 4, условно. Еще данных пабликов там штуки 3-4, можно сказать. Ну, как бы, да. Дальше уже решаю. Если у меня, скажем так, есть кому-то выбираться, я выбираюсь. Если нет, то я просто уже играю дальше. Не, ну, просто многие думают, ай, вы там дотеры, типа, вы там сидите, что-то в компе потыкались, пошли там погуляли куда-то. Ну, а судя как, со всеми общаешься, у всех реально там 10, ну, минимум там 10 часов в обычный какой-то рабочий день улетают просто вот на игру, на тренировки. Ну, это как бы... Не всегда силы найдешь потом прогуляться, тем более собакой. Ты же не будешь гулять каждый день, выбираться. Ну, я говорю, в твоем случае, собакой это дефолт. Нет, это само собой, это само собой. Просто кто-то проснуться не может, там адекватно в 11, знаешь, типа, там собрать, собрать себя, взять в руки. А тут собака, режим. Ну, это же дисциплина еще. Конечно. У тебя же должна быть какая-то внутренняя дисциплина. Допустим, если у тебя КВ в 12, и ты там присыпаешься 5 минут до КВ, ну... Ну, не все думают так, как ты. Мы с тобой все-таки знакомы, я помню твой подход к делу. Ну, все-таки ты же знаешь, от человека к человеку. Ну, далеко не все так мысли. Ну, от людей зависит. Да. Все-таки есть люди, как бы ты тоже взрослый человек. Думаю, допустим, если бы у тебя такое было, ты бы, наверное, сказал там, ребят, ну, дисциплина важна. Тем более видел ты, на самом деле, за дисциплину, за моральку отвечаешь. Ну, стараюсь. Ну, я все-таки постарше. Мы кричалку после тебя начали, кстати, делать. Слышал нашу кричалку? Слышал ли вашу? Да. А у вас теперь кричалка есть? Да, после вас. Нет. Там как было? Мы играем на сцене против кого-то там... Я не помню. Дожираете, правильно? Да. Мы украли, украли хорошую идею. Играем на сцене против кого-то, и слышу через стену... Бум, бум, бум. Ну, какая там такая кричалка была? Ну, у нас там. Примерно. Я говорю, бэр, бум, но не суть. Да, ну, короче, громко было, и мы такие, классно, вот эта зарядка. Нам нужна своя. Начали думать, какая-какая. Я вспомнил эту фразу с диваном. Нет завода до киберспорта. И мы такие, есть ли что-то лучше, чем это? Никто ничего не придумал, начали от кричать. Ну, получается, ты инициатором был? Ну, отчасти. Я в рофл сказал, типа, нам тоже нужна кричалка. Это важно, это важно. Я так говорю, прям серьезно, типа, не-не-не, это кринжо. Конечно, было парочку людей, я сказал, мы не будем играть, пока у нас не будет наших кричалок на зарядку. Я просто не зайду в игру. И после этого все. Респект. Ну, короче, через годик посмотрим, все будут дотеры. Кричать что-то? Кричать. Кстати, у нас в команде, наоборот, как-то к этому относятся. Ну, типа, кринжа, короче, это все... Не-не, не кринжа, это, наоборот, как-то, знаешь... Типа, силы забирают? Да, да, Корбан говорит, что это, наоборот, слишком оверхайп. Знаешь, есть такая тема, то, что... Да, я понимаю, что ты говоришь. Вот, вот, ты кричишь. Это же отличность еще зависит. Тоже верно, да. У вас суперспокойные ребята. Это факт, да. Я даже проходил, когда там какую-то игру играл, смотря, вы что-то играете, проигрываете блок-листом, там 20 тысяч, и все сидят спокойно, спокойненько, все спокойненько. А у вас как происходит? У вас есть ребята, которые любят погореть? Нет, у нас не горят люди, но у нас как-то более, скажем так, активная коммуникация, что ли, может быть, моментами. Да, у каждого свое, помимо, да, тут тошно. А, кстати, тренер у вас как кричалку тоже кричит на русском? Реально? Да, да, да. Вы научили его? Мы научили. Блин. Ну, смотри, он знает уже несколько слов. 30 процентов. Молодой, богатый. Он называет песню рыбалка. Рыбалка. А, рыбалка. Так что там потом было, едем на рыбалку. Едем на рыбалку, да, там можно собрать, короче. Ну, я же не следил особо за твоей карьерой, да и, в принципе, ни за чем не слежу, у меня своих дел хватает. Просто вот мы с тобой знакомы со времен ВП, и я знаю просто, что ты там по командам туда-сюда потренировать успел. Вкратце, вот за три с половиной года, вот такую там краткую биографию, что происходило в жизни. Вот ВП, ВП закончилось, тебя нет ВП. Был тяжелый тот год ВП, в целом год такой был. Время тяжелый. Да, дальше было, что у нас там было, УГЭ, по-моему. Ну, там не такой тоже, как бы, скажем так, простой год. Короче, много хороших уроков я в том году усвоил. Я плюс-минус понял, что я хочу от команды и от людей. И, в целом, вот в этом году мы долго шли. И, в принципе, сейчас мы пришли к тому, как я, в принципе, и видел, можно сказать, идеальную команду. Своё существование в команде. Да, идеальная команда, идеальное взаимодействие и так далее. А как это состоится вообще, кстати? Вот очень важно, наверное, ходить вместе куда-то, да? Ну, на турнире мы плюс-минус держимся вместе. То есть даже, в моем понимании, пойти там, типа, в соло на завтрак, это немного криш. Во-во, да. Типа, я всё время пишу в конфу, там, типа, чё, госбор, сбор до завтрак, там, кто-то, кто-то коннектится, там, уже и другие коннектятся. Ну, если мы уж не фул команды, то, знаешь, там, по парам. Человек, там, по три-четыре собирается, и, как бы, вот и вся команда у нас собралась в итоге. Ещё из такого, это просто мелочь, но, наверное... Но они важны. Они просто важны, но, там, допустим, даже знаешь, там, кто-то мем какую-то скинет, там, не знаю, мне там, там, какая-то новость не кса. Ага. Чувак скидывает, угарнуть, и я такой, типа, ага, бля, угодно. Да, мы так просто друг другу что-то перекидываем. Или там ещё... Ну, короче, у нас там был угар, у нас локальный, когда мы закупались. Ребята ходили купить, короче, более-мен, а я прочёл новость ещё там тысячу лет назад. А, нафиговый. Да, то что нафиговый, и я им, короче, доказывал. Они такие, да не, нифига, смотри, это, типа, норм, вообще выглядит окей. Я доказывал им это, короче. Ну, они в итоге не купили. На следующий день у меня Влад кидает фотку из НСЦ, где папа, типа, в Бальмайн. И он такой, типа, ебать, повезло ему со скидкой 50% урвал. Так, не, у меня... У меня Диман Горбин тоже на прошлом ряде купил себе кроссовки за 200 евро. Что-то ходит такой вообще довольно счастливый. Потом что-то решил посмотреть, такой, блин, вроде фейк. И там что-то всё отлепилось просто в секунду. И он их оставил прямо в номере. И он ещё рассказывал, что там все игроки ходили с футболками за 300 евро. Такие довольны. Я просто, знаешь, вышел на улицу подошел под фото. Я сказал, что я снизил. Это не Бальмайн, а там Бершка. Бершка. Ну, и что такое? По понятиям носи такие вещи. В твоём понимании, ты носишь паль? Нет. Полупаль? Нет. Бальмайн. Ладно. А ты вообще модник? Ну, типа, ты любишь там что-то закупить? Купиться. Да. Валентиан. Чем взрослее я становлюсь, тем меньше этого, скажите так. А я думаю, кстати, наоборот. Вот, знаешь, у тебя деньги появляются с возрастом плюс минус. Ты такой, блин, пойду потрачу на что-то. Не, ну смотри. Будем говорить факт. Деньги с возрастом появились уже лет 20. Ну да. А сейчас-то мне уже почти 25. Ну, сейчас-то у тебя больше, наверное? Да. Но зачем мне сейчас тратить большие суммы на это? Какой-нибудь смысл? Есть же какие-то большие цели, чем выйти, я не знаю, там, в новую футболочку. А ты копишься? Такое, ебать, у меня новая футболочка. Да. Ну-ка. Квартиру. А, квартиру просто? Да. Еще не накопил? Слушайте, знаешь, сколько в Москве нормальные квартиры стоят? Ну, не хочу знать. Одно дело, как бы, близко к центру, другое дело подальше. Ты говорила про праки, кстати. Вот, интересно, у вас начинаются, получается, праки, это в час дня, да? В два? А, в целом в час. В час-два. И у вас есть какая-то фикса пабликов перед праками? Нет, кстати, такого нет. Нет, фикса нет. Такого нет? Я знаю, да, кстати, это Ванек еще рассказывал. Я помню. У вас такого нет. Ну, то есть, на неделю надо отыграть. Я был за то, что мы это вели. Ну, да, да, да. Ну, и все, это контролируется. Был момент, когда я рассказывал, что мы не очень хорошо играли. Вот тогда мы в моменте не доигрывали пабликов. Ну, или не использовали их, скажем так, достаточно эффективно. Я просто приведу пример. Как бы, не в огород Егору камень. Нет, ни в коем случае. Но Егор сыграл до Турика, там, игр, по-моему, в 80 на бруде или что-то такое. Нам очень много игр на бруде сыграло. Потому что у нас есть статистика, типа, мы идем, смотрим, кто же играет. И тренер угорал, если что, день. Он такой, ребят, у меня есть... Ну, я перевяжу его с английского на русский. У меня есть нереально крутая идея против этого. Вы не поверите. Мы с Дим Драфтом, как я сказал, мы не готовимся, а он готовится. И он такие, блин, он сыграл миллионных игр на бруде, зачем ему отдавать? Давай просто баню. Он такой, нет, послушай, сейчас будет нереально крутая идея. И он такой, баня Тиня. Он такой, ну, братан, давай, серьезно сыграем. И он банит бруду вторым. И такой, типа, это моя идея. Переиграл и ничтожил. Короче, он угорал над нами, да. Ну, это просто вот пример, как бы, да. Опять же, не говорю, что плохо набивать ранг. Но просто моментами это, по крайней мере, у Ватсона было. Опять же, не в его город Ватсон. Там частенько залетали, допустим, Лас Пик Марфы, Лас Пик Трублэйда. Место практики того, что нужно было. Кстати, вот интересная тема, я что-то видел недавно, новость вчера, что ли. То, что Торонто играет на Миду в пабликах. У него была такая тема, да? Конечно, он поигрывает по фану. Он стримил там на Миде, да. Ага, да, да. Вот, как это, зачем, ну, типа, отличил? Не знаю, настолько ему нравится игра, все ее аспекты, что он просто сейчас хочет сыграть на Миде. Ну, тоже на всех позициях. Все-таки, ну, короче, мне кажется, что это просто вот, он фанат этой игры настолько, что... Короче, это место расслабления. Он разделяет, да. Вот он именно разделяет, знаешь, вот у меня есть работа, он там вот на легкой, да. Я вот там бегаю, варды ставлю, а вот когда я хочу именно отдохнуть, кайфануть, я вот на Миде стану. Ну, и причем не так, что, знаешь, типа, короче, дозировано. Как-то вот для себя. Играю сегодня в Доту для себя. Ты, кстати, вот, я видел то, что, ну, Никс на это нагнал. Ну, в моем понимании, вот, допустим, просто представим. То есть, Торонто сыграл там, ну, потратил он 5 часов. После, там, 5 часов пабликов, допустим, на Пятерки, потратил там 5 часов на игру на Миде. Представим. Ну, мне кажется, тут не 50 на 50, но... Ну, я образно, образно, да. Да, как бы, это его фритайм, он использовал, чтобы так, если для него зачилить, это развалили там на Шторме Миде, почему бы и нет? Конечно. Какая разница, идет он там гулять по городу, в барлику, да, или же поиграет там на Шторме Миде в кайф. Это его свободное время, он может кайфовать. То есть, на самом деле, я не прям согласен с тем, что Никс, типа, нагнал. Нет, я абсолютно не согласен, если что, с Никсом, с Никсом, в этой ситуации, как бы. Если хочешь, кайфуй, там понятно, что турнир, не турнир, но это, опять же, твое время. Ну, у тебя есть вот... Сколько ты, короче, эффективно можешь потратить на свою работу, трать столько. Ну, в оверолл не надо, ну, там, типа, прям борщить. Тоже сидеть, играть 20 пабликов, ну, кому это там... Согласен. На руку. Ну, то есть, вряд ли это сыграет для тебя, типа, в плюс. Я всю жизнь, для меня норма была, там, допустим, я могу сыграть, там, часов 8-9, потом зайти в WoW, там, на 3 часа. Ну, Вовчик, что там, просто мышкой поклёвать. Ты в WoW играешь, да, получается? Я в WoW играю почти больше, чем в Dota 2. Серьезно? Ну, начал раньше, начал раньше, чем в Dota 2. Не больше, явно не больше. А сейчас же там что последнее вышло? Сейчас будет War Within. Вот, да-да, вот это я слышал. Нет, тут ты тоже играешь. А у меня 4 110-х было в моменте. Я вообще, я арену играл, типа, 2 на 2, у меня там что-то Apple Gladiator. Я прям суперзаврот. А я в этот, я в ключи. Я в ключи был в моменте, там, типа, ранг 20 на сервере. Так на ком Вове играешь? Сейчас у меня все максимальные, кроме Вара. Монах, по-моему. Ну, Монах там тоже почти максимальные. Там в 3-х левых это максимально. У тебя все максимальные? Да, все классы, которые я не могу сейчас совмещать. Это же у него время, на самом деле. Да нет, не прям. Ты что, там жапнутся, это часов, там, 15. Ну, если, ну да. В год, там, год-два потратить, там, 100 часов на игру. Ну, если для тебя это кайф. Ну, кто что, нет. Хорошо, я как только вышло какое-то дополнение, ну, там, лет, там, 20 назад я в школе учился. Берлинг Курсейд. Наверное, да. У меня еще диск был, знаешь, в коробке. Там их 4 было, коробка такая, эксклюзивное издание. Я зашел, ты говоришь, там, 15 часов. У меня был Warlock 40-го левела, ондет, который, знаешь, там, на гитаре. Я просто бегал по миру, поэтому кайфовал. Ты смотришь, там, локации, там, каньоны какие-то, леса, там, эти зверики. Я там никого не убивал. Просто ходишь себе, что-то прыгаешь, танцуешь с кем-то, там, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но на это все, на изучение какое-то у меня ушло, там, я не знаю, 3 месяца. Это потому что тогда игра была неоказуальна. Ну, наверное. Ну, короче, я больше за это. Игру оказывали очень сильно. Сейчас там не нужно иметь, скажем так, никого скилла, чтобы апнуть быстро левел или там, открыть все локации. Ну, не хочется так же. Изначально же игра, там, квестики ходишь, там, пошел туда, пообщался, что-то побежал, на корабль сел, там, какие-то грифоны летают. Диалоги все читаешь. Ну, да. Не, ну, прям там, если все читать, ну, а есть же такие... Ну, вот ты, кстати, вот, если ты в РПК какие-то играешь, такие роллплейни, да, вот тебе как нравится прям погружаться, вот даже банально, опять же, там, текст читать, там, квест. Смотри, варкафт я не читаю текст. Ну, в Витчера играл, Ведьмака. Конечно. Естественно. Ну, вот как тебе такая... Окей, я слежу за это. Все, ты сам, типа, Ведьмак. Ну, это синглплеер, это немножко... Ну, тем не менее. Факт, я тоже в синглплеер играть, очень много играю. Как бы... Такое ощущение сказано, что я в Датт вообще не играю, да? Да. Ну, нет, нормально все еще. У тебя же там с утра браки пока договорились. Нет, с утра собака, все, потом сел, типа, Вовчик там. Не, ну, так я слежу, скажем так, за индустрией. То есть, Baldur's Gate 3, знаешь? Да. Я уже третий раз сейчас буду проходить ее. Офигеть. Я тоже полностью прошел. Я в Divinity с парнями проходил. Я ее прошел раз пять уже, наверное. Divinity 3 труднее, да? Как сделать так, что играл на пятый раз? Смотря на сложность. А, ну, я играл только на Харде везде. То есть... Просто в Baldur's Gate это меньше взаимодействий с... Помнишь, там было, короче, элементальное взаимодействие в Divinity? Да, да. Она делала там огонь, там потом мог взорвать туман этот ядовитый огнем. Короче, такое, а в Baldur's Gate это мало. Что, у тебя Shadow Hard получилось? Со всеми получилось. Третье прохождение как-никак. Отец вообще. Это, не, ну, это что-то на вашем... Ну, я примерно догадываюсь. Это там в игре, да. Это будет игровая механика. Не, у меня игра залагала в моменте, мне ничего не получилось. Она просто одну и ту же фразу говорит. Я в таком телке был. Теперь я точно понял, о чем я еще. На релизе. Как сделать так, чтобы игра... Ты говоришь, пять раз я прошел. Ну, вот как сделать так, чтобы в пятый раз было тоже интересно? Ну, меня есть сложность. Я начинал, очевидно, с невысокой. Там же, как правило, три сложности. А там же разные роли. Еще и роли, да. Там типа есть. Ну, подожди, ты когда играешь сингл, да? Ты же все равно, у тебя там 4-5 персонажей ты можешь набрать, правильно? Ну, и ты же всех отыгрываешь. И, в принципе, классов не так много. Тем более, они там комбинированы. Они комбинируются. Ты еще понимаешь, что это типа... Это CRPG жанр. CRPG жанр подразумевает то, что ты можешь раз создание пойти по-разному, и там все время есть какие-то секреты. Короче, ты прям фанат. Да, я нереально фанат CRPG. D&D пробовал когда-нибудь? Я просто играл в D&D, поэтому там типа свобода действий, как бы... Я понимаю, что... Я играл в Pillars of Eternity вторую. Ну, это тоже типа игра уже... Это CRPG тоже. Это как раз-таки в мире D&D. Это еще супер-хайповый. Реально? Это мега популярная еще игра. Она по графике очень сильно уступает и Baldur's Gate, и Divinity, потому что она была сделана на Kickstarter. Но в плане мира, лора и так далее, она точно лучше Divinity. Намного. А что про вообще призовые? Есть такая темка, да? То, что вот на последнем антипризовой был в разы меньше, чем ряд. Считается ли для тебя теперь, что ряд важнее, чем он? В данный момент ряд это один из единственных. И самый важный турнир для меня и моей команды в этом году. И мне на самом деле нравится... Скажем так, я уважаю турниры, где организаторы и люди, которые делают турнир, прикладывают усилия для того, чтобы игрокам было хорошо. И в этом плане я очень сильно уважаю ряд и отношение людей к игрокам, которые тут присутствуют. Не могу сказать, что он важнее, чем он. Я же не был еще на Инте. Представим ты на Инте, да? Выиграть тарелку или выиграть ряд? Тарелка либо полторашка. Да. Тяжелый вопрос. Очень тяжелый. Если честно, я бы даже не хотел выбирать то или то. Окей, окей. Хотел узнать еще, кстати, по линиям у тебя. Вот ты стоишь на харде. Против кого вообще тебе труднее всего стоять? Против какой даблы? Честно, я не замечал такого, что против кого-то нам экстремально трудно. Просто от героев зависит. Очень сильно зависит от героев, честно скажу. То есть нет у тебя таких вот игроков, против которых ты такой думаешь, блин, ладно, сейчас будет плохо. Нет, мне кажется, приходить с таким айсетом, это стрелять себе в ногу. Тогда давай так. А против какой даблы героев тебе труднее всего стоять? Кошмар. Смотри, меня очень сильно высушила дабла Чаус Найд Чен. В моменте, там, месяц назад. Но я потом понял, что против нее делать. Но в моменте она меня высушила очень сильно. Но я уже знаю, что делать. Поэтому я не могу сказать, что-то. Сейчас нет такой. Давай так. Если ты вот простой чувак из паблика, там, Вася Пупкин. Ага. И про тебя честная Чаус Найд Чен, тебе пизда. Скорее всего. Типа на любом герое. Если они умеют. На любом герое ты не вывезешь на тройке, да, против них? Да нет, там, я же говорю. Но ты уже придемал планы. Сейчас понятно, что делать. Ты будешь делиться планы своими? Нет. Но Вася Пупкину скорее всего пизда полный. Вася Пупкин, сори. Без плана сегодня. Как-нибудь сам. Может, в следующем подкасте. Да, да, да. Топ-3 офлайнера в данный момент. Вот твое мнение. Ну смотри, в моем понимании, АТФ это как бы... Но если смотреть, вот именно номинально названная позиция, АТФ Большой Молодец точно будет в топе. Ну, X-XS довольно стабильно, хорошо играл против нас в группе. Сизыка снял. И вот, ну, точно кто-то еще из вашей группы Большой Молодец, но я не могу сказать из-за того, что не играл. Там Коллапс не думал. Я думаю, я вот как раз думаю, я думаю, кого называть, кроме Коллапса. В данный момент. В данный момент я вот думаю, есть ли кто-то. Кто у нас еще типа играл внутри? Не, ну Ромыч молодец, но думаю, в плане опыта, конечно, там, мага побольше будет. Ну, Ромыч это набрал нормально. Ромыч это играет. Это прям вау, круто. И вот эти вот новости на CyberSports.ru. У Рамзеса новая молодость вот эта, на три. Он хорошо играет, и они отлично играют, так что... Вообще никаких вопросов. Новости полностью оправданы. Что у вас, кстати, по этим, по пракам здесь вообще? Вы играете в праки здесь, конечно, да, очевидно. А какой у вас там винрейтик? Нормально у вас винрейтик, но мы играли реально мало, потому что мы же начали с плей-ин. Помимо плей-ина мы сыграли... Блин, ну от силы КВ-5, наверное. Не с кем особо было играть даже, получается. Не, просто так было, что вот плей-ин идет, да? Потом были типа выходные. Мы там поиграли немного. Нам тоже ребята хотели отдохнуть. Мы играли без остановки неделю. И паблики еще наиграть. Потому что в наше понимание, важно еще сначала, прежде чем пикать, говорю, на КВ, надо еще паблики, наверное, подавить на нем. Ну, а бывало такое, что ты вот наиграл 10-15, такой, нет, типа, я, ну, короче, не уверен, что могу. У меня был один герой, короче, я на нем сыграл в этом моменте много игр. Но мы с ними сыграли на Нокавей, я не прямо сказал, что, типа, я мне зря сказал, что официалки я бы хотел пикать. Но мне повезло, он вообще не особо мета в этом турнире. Его практически нет. Поэтому, ну, называть тоже не могу этот герой. Ну, и в целом без ранней. Да, попробуем. Ну, было такое. Ну, давай по одной попытке просто. Ты свою любимую тройку-то называешь. Мне нужно 15 секунд, я сейчас всех тройку. Блин, мне что, ну, Акс. Может, у тебя на Аксе не пошло. Акс нормально. Я базу выдал в официалке, там, после этого. Выдал, да? Был разбор, и кто-то от крипов убирал, короче, от официалка. Я просто сдох одну официалку от крипов и выиграл. Потом сдох одну официалку от крипов и выиграл. Уже не выиграл. Лига-коммандер? Да нет. Нормально. Нет, играем. Тогда я сдаюсь. Там не узнаете. Ну, все, мы же по одной промахнулись. Ну, да. Хотел повернуться, кстати, к вашим взаимодействиям в команде. А с кем ты ближе всего вообще общаешься из команды? Вот если так подумать. Блин, на самом деле, со всеми хорошо общаемся. Но, наверное, вот прям как-то вот чаще всего общаюсь, наверное, с коучем. Мы просто типа перекидываемся мыслями обо всем, там, о героях, о тиме. Ну, а топ-2 пусть там будет, условно, там, Влад, к тому и фишку. Это потому, что мы сидим с ними. То есть вот я сижу тут, а они сидят по бокам. А там постоянно какие-то мемы там или что-то, скажем так, поржать. Мы с ними просто перекидываемся. Ты планируешь, Диман, завершать карьеру? Пока что нет. Сколько ты еще будешь играть? Пока что еще с завода мы говорим, нет. Ну, короче, сначала, сколько вот надо выиграть турниров, чтобы ты такой, все, я могу идти играть в ВОВ или там в Балдорус Гейтс. Делать что угодно. И чем бы ты занимался, завершить карьеру сейчас? Я думаю, тематично такое надо чувствовать, на самом деле. Конечно. Когда ты уже получишь вот, скажем так, большой этот трейд на то, что ты наделал, то, что ты все получил, то, что у тебя есть, скажем так, какой-то бэкграунд, уже можно об этом думать. А пока что у меня такого большой бэкграунд нет. Ну, а мысли были хотя бы? Ну, просто все, типа, все надоело, я хочу. Только когда, нет, только очевидно были мысли, что когда я буду взрослым, чем я буду заниматься. То есть там триента выиграть и все? У тебя такого нет в голове? Нет. Ага. Нет. Точно нет. А после 60-ти чем так все-таки заняться? Ты же, говоришь, думал. Внуков уже надо будет воспитывать. Ну, параллельно. После 60-ти. Садик, городик. А там хобби какое-то, нет у тебя? Нет такого? Блин, есть, конечно, хобби. Ну, вот, не именно, который ты хочешь, чтобы в будущем, там, не знаю, там, проводить пчел. Ну, прямо вот такого нет. Там, допустим, следить за криптовой, это назвать хобби или нет? Нет. Не-не-не-не. Ну, все. Именно такое, что вот не приносит деньги, но такой в кафе. Ты угораешь еще, что-то момент есть такое, вот в стиме, это не от меня, кстати. А, реально? Да. Блин, ну это круто. Я помню, перед какой-то игрой там было обсуждение, короче, крипты, Влад просто играл, такой, ну. А, мы там еще, короче, линию плохо поставили. Ну, я не буду говорить, кто-то там, какой плохой стабильный линию, он такой, ну, что, а зачем думать, как там линию ставить, можно уже обсудить там эфирчик, насколько вырос, Солану будем ли докупать, нас лучше это обсудим, лучше это обсудим. Ну, и правда. Ну, знаете, некоторые угораются, но это не от меня, кстати, было, так что, по-моему, это круто. Ладно, друзья, будем закругляться, да? Будем. Весело было, круто. Да, нас просто уже останавливают, говорят, все, вы... Все, мы доели, выгоняйте его уже. Пошла уборщица, говорит, надо убраться. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, благодарите Дэм за то, что он уделил нам время и пришел, ну и пишите, какой Артем красивый. До скорых встреч. Всем пока. Ciao. Субтитры создавал DimaTorzok